А в день памяти святителя Петра Московского святейший патриарх Кирилл совершил литургию в Успенском соборе Московского Кремля. Его святейшеству сослужили епископ Павлово-Посадский Силуан, епископ Сергеево-Посадский Дмитровский Фома, члены Епархиального совета Москвы и столичное духовенство. Патриаршее богослужение транслировалось в эфире нашего телеканала. Сюжет Галины Ледвиной. По прибытии в Патриарше Успенский собор Кремля предстоятель Русской Церкви поклонился честным мощам святителя Петра, покоящимся в алтаре и возглавил служение Божественной Литургии. Патриарх Кирилл совершил богослужение в облачениях, созданных по иконописному образцу облачений святителя Петра и из копии его посоха. Патриархам и духовенствам было совершено славление у мощей митрополита Киевского, Московского и всей Руси Чудотворца. Отче наш Петре, к Тебе смиренно припадаем и молимся, прострируться Твоей ко Господу Богу и помолись за ныгрешные и недостойные рабы Его, да пробавит нам милость свою и не спаслет нам вся благопотребная к временному житью и вечному спасению нашему. В первосвятительском слове предстоятель Русской Церкви рассказал, почему в начале XIV века была перенесена кафедра митрополита из Киева во Владимир, а в 1325 году в Москву. По его словам, это произошло из-за уязвимости Киева. Во времена святителя Петра столица Руси оказалась открытой губительным набегом Орды. Новым центром стал город Владимир, окруженный лесами. Когда стала возвышаться Москва, великий князь Иван Калита предложил митрополиту Киевскому и всей Руси переехать в этот град. Патриарх отвел России особую роль в современной истории. По словам предстоятеля Русской Церкви, она не дает окончательно разбыть границу между добром и злом. Исчезло из политического лексикона это понятие. Понятие греха. Потому что вместо развлечения добра и зла возникла новая модель поведения, ориентированная исключительно на выбор самого человека. Человек сам определяет, что для него добро, а что зло. И вот когда значительная часть так называемого цивилизованного мира подхватила и подхватывает эти идеи, страна наша, как то было и в прошлые давние времена, сохраняет свою способность противостоять этому страшному искушению. Его святейшество отметил, сила современной России способна противостоять многим силам, в том числе и борющимся с Богом. Патриарх пожелал, чтобы именно в Москве формировалось здоровое духовное сопротивление всяким попыткам смешивать добро и зло. Молитвами святителя Петра, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, Да сохранит Господь землю русскую, да укрепит он единомыслие братьев, живущих ныне в разных государствах России, Украине и Беларуси. Да укрепит он братьев в единомыслии и в осознании особой ответственности за нашу общую судьбу, а в каком-то смысле за нашу общую ответственность за судьбу мира. В дар Успенскому собору депутат Государственной Думы Никита Юрьевич Чаплин передал Евангелие. Его святейшество напомнило, что исторически многие церковные ценности были вкладами людей состоятельных, для которых судьба церкви, судьба страны была их собственной судьбой. Патриарх подчеркнул, что это замечательная традиция доброделания и сегодня продолжается в нашей стране. Замечательно.